Когда беда не приходит одна, Николай Малиновцев из Донецка из-за военных действий потерял работу, а у его дочери Валентины начал стремительно деформироваться позвоночник. Без хирургического вмешательства девочке грозила инвалидность. В семье срочно начали искать деньги на операцию. Семья Малиновцевых живет в центре города. Мама, папа и две дочери. Чтобы обустроить жилье, глава семьи трудился, не покладая рук. Но планы на счастливую жизнь перечеркнула война. Вон прямое попадание туда, в комнату прям нашу. Стекло просто взрыво, треснуло. Крышу полностью снесло. Это в соседний дом попало, и с соседнего дома кирпичом завалило крышу. Пострадала и единственная кормилица. Так Николай Малиновцев называет свою старенькую машину. Мужчина занимался грузовыми перевозками, но в одно мгновение семья лишилась дохода. Машина ее подкинула взрывом и опустила. Ну вся, вся разрешена была. Паял, делал, собирал. Тогда выжили благодаря продуктовым наборам штаба Рината Ахметова. Но через время их ждало очередное испытание. Заболела младшая дочь. У Вали стремительно начал развиваться грудной сколиоз. На инвалидство по сердцу делали операцию в три годика. Скрывались грудная клетка. И может быть, может быть, и вот это. Потому что одна из причин, это как считается травма. Девочке сдавливало внутренние органы. Началось деформирование спины. Без оперативной помощи ей грозила инвалидность. Этот корсет помогал лишь ослабить боль. Единственный выход – операция по вживлению пластины. Но денег на ее проведение у семьи не было. Мы сели с семьей. Сначала написали письмо в фонд Рината Леонидовича. Буквально через неделю фонд позвонил и сказал, что они дают добро. Большое, громадное спасибо. Это настоящий человек. Сказали, сделал. Попросили помощи. Человек помог. Установку пластины – одно из самых сложных и опасных хирургических вмешательств провели опытные доктора в Харькове. Практически на 80% нам удалось исправить искривление позвоночника. Современные конструкции и технологии, которые мы используем на сегодняшний день, они позволяют пациенту уже на следующий день после операции стоять. Сейчас Валентина чувствует себя значительно лучше. После операции в ее комнате установили специальный тренажер. Реабилитационный период предстоит долгий. Я быстро устаю. Пока что. Родные Вали уверены, их дочь вернется к полноценной жизни. Я хочу сказать Ахметову большое спасибо за помощь с операцией. Он сделал и делает большое дело для людей. Это прекрасный человек, который очень помог моей семье. Оксана Корчма, Данил Киреев, Телеканал Донбасс.